Милохин в полу костюме 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 И в Бундестаге такие, блин, блин, давайте потише, все Владимир Путин поручил правительству, регионам и бизнесу совместно проработать вопрос О запуске платной вакцинации иностранцев То бишь, когда турист приезжает в Россию, его вакцинируют, он, пожалуйста, здесь гуляет, смотрит наши достопримечательности Это здорово, потому что, смотрите, прилетел иностранец в Россию, первую вакцину получил в Суздале, а вторую через две недели надо получать в Великом Новгороде Вот и посмотрел Россию, вот и попутешествовал Ну, вактуризм, реально интересное направление в мире, оно пока не развитое, мы можем стать первопроходцами Я уже представляю себе экскурсии по Москве Уважаемые гости нашего города, обратите внимание, слева от вас находится пункт вакцинации, который был основан в 1200 раз быстрее, чем во многих других странах Вообще, инициатива хорошая, кроме шуток, потому что, перефразируя пословицу, можно сказать, кто к нам с вакциной придет, тот от ковид и не погибнет В Корее ежегодно проводят соревнования, где нужно ничего не делать, при этом запрещается спать и заснувших исключают Ну, в России этот чемпионат каждый год бы выигрывал охранник на проходной Куриный наггетс из Макдональдса в форме персонажей игры Among Us продали на ebay за 100 тысяч долларов А я всегда говорил, что еда из фастфуда похожа на что угодно, кроме еды Владелец прав на ждуна подал жалобу в Верховный суд Компания считает, что ВКонтакте незаконно использует изображение персонажа в стикерах И его неожиданно быстро послали нафиг, даже не пришлось ждать Пару слов о словах Тут надысь отмечали день русского языка, 6 июня И к этому празднику аналитики Яндекса вместе с экспертами Института русского же языка имени Виноградова Составили список диалектных слов из разных регионов России Отобрали наиболее интересные Ну вот в Москве и Подмосковье, например, есть такое слово как «едальня», обозначающее заведение общепита Ну либо «человейник», которое подразумевает большой многоквартирный дом Его тоже иногда хочется палкой разворошить, особенно те, которые у меня в мытищах понастроили Дорогу забыли сделать, а так все хорошо Ну не подразумевается, что человек из муравейника куда-то будет далеко уходить Муравьи ж не то что сильно путешествуют В Питере существует, ну это классика Бадлон, Поребрик, Путяга, это ПТУ, Хабарик, Окурок Среди регионов много разных слов Там «монтулить» — это в Белгородской области аналог слова «работать», например Чтобы назвать что-то кашей, они используют слово «кеся-меся» Какая интересная область Не, ну нужно все это фиксить, конечно, иначе будет фейл Главное, чтобы эта новость была не рофл, потому что я вкрашился в нее по уши А сколько хороших у нас слов, и так есть в русском языке Давича заказывал на Алиэкспресс бандероль, так объегорили, понимаешь Вообще, когда говорят «позвонишь мне по поводу двухста носок», это звучит гораздо хуже У меня аж в Калидоре телефон падает, понимаете, из рук Ну а в следующем выпуске мы расскажем вам, какого рода слово «тюль» Не переключайтесь Новости шоу-бизнеса Важная ремарка российского шоу-бизнеса, так что многого не ждите К счастью, прошла премия Муз-ТВ в Москве Дорогие друзья, молодежная телевизионная премия Уберите два лишних слова из этого предложения Сразу оговорюсь, ни слова о музыке сказано не будет Равно как ни слова о музыке не было сказано и в рамках самого мероприятия Вот, мероприятие, более подходящее слово Кто там, значит, стал основными ньюсмейкерами на премии Муз-ТВ? Такие выдающиеся артисты, как, например, Моргенштерн Он там поругался с Казинией Анатольевной Собчак Говорит, что с тобой говорить на камеры я буду только за деньги Ксения попыталась его пристыдить и рассказала, что рэпер ранее за интервью запросил 5 миллионов рублей Правильно я считаю сделал Я бы тоже с Собчак дешевле разговаривать не стал Я представляю, как у них по вечерам выглядят домашние посиделки с Богомоловым Ведь Богомолов тоже известный человек Когда она его спрашивает, как сегодня день прошел, Костя Он говорит, с тебя 400 косарей, тогда все расскажу Ой, боже мой Филипп Киркоров Продолжаем о музыке, как вы понимаете, да, говорить? Моргенштерн, Собчак, Киркоров, музыканты известны Киркоров приехал вместе с Давой Это бывший Бузовой, который решил тоже открывать для себя мир других мужчин Киркоров приехал вместе с Давой Киркоров был в белом, Дава в черном, чтобы сразу было понятно, кто здесь невеста В машине напоминающий свадебный кортеж В этом плане Даня Милохин молодец, его вообще никто не нужен Он приехал в костюме, напополам это был реально мужской костюм Строгий вечерний, а напополам строгое вечернее женское платье Как он, интересно, сам с собой сосется Нет, с одной стороны молодец, а с другой баба Милохин в полу костюме, ну что, полублогер, полутиктокер, полурэпер, полудурок Все в тему, но... Ивлееву, и Элджея задержали И это не хромосомы, ребята, а ДПС После премии Муз-ТВ машину Ивлеевой остановили сотрудники ДПС После чего предложили ей пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения Прибор показал полный ноль Даже включать не потребовалось Ольга Бузова появилась на ковровой дорожке в роли птицы Феникс, запертой в клетке Видимо, этим образом она показала, как у нее пригорает из-за того, что Дава ушел к другому В целом, куда-то запереть Бузову не очень хорошая идея, потому что в прошлый раз из этого получился Дом-2 В целом, это одна большая кунсткамера российского шоу-бизнеса Уникальность этой кунсткамеры заключается в том, что экспонаты зарабатывают больше посетителей Филипп Киркоров исполнил вживую гимн Российской Федерации перед началом контрольного матча с Болгарией Для этого выступления он выбрал строгий костюм Где он такой интерес нашел? Видимо, у Давы что-то с утра подобрал В целом, это далеко не первый случай, когда Киркоров поет не свою песню Кстати, он сказал о том, что сын у него болеет за Спартак А любимый игрок у него при этом из ЦСКА Видимо, и вашим, и нашим это гены К новости шоу-бизнеса, которые я, честно говоря, не знаю, как вообще комментировать И я не уверен, что это было на самом деле Если это видео не только я, напишите в комментариях Потому что, возможно, у нас просто душновато в студии и пора выходить на воздух Смотрите, на Первом канале существует такое шоу, как «Три аккорда» Любое музыкальное шоу на Первом канале можно назвать «Три аккорда», но здесь прям конкретное Там люди поют шансон Одним из номеров этого шоу было выступление Елены Ваенге Которая перепела песню «Золотые купола» Ну, как бы перепела и перепела Нет Елена Ваенга предстала в образе попа С бородой и усами В рясе На фоне экранов, где показывали церкви Почему же так поздно вы придумали этот номер? Дорогие сидельцы с первого Ведь, если бы вы показали его раньше, какая к черту манижа на Евровидении? Ну, надо пересматривать результаты Какие там к черту эти полуголые итальяшки со своими хитами? Вот же у нас есть Причем, что самое интересное, в Ваенге идут усы Немного про образование давайте поговорим Потому что все сейчас стремятся как-то развиваться И вот в Смоленске появилось объявление о записи на курсы от пивного тренера Он научит вас пить пиво Мастер спорта по пиву, как он сам себя называет Но мы же все прекрасно понимаем, что мастер спорта по пиву Без мастера спорта по водке Это деньги на ветер Вообще, конечно, вопрос С кем ты себя, человек, возомнил? Тренер по пиву? Ты думаешь, я зря приводил себя в эту шикарную форму Пивного бокала? Ты думаешь, я прям обожаю носить рубашки поверх футболки? Нет Я в свое время такое количество этих курсов прошел Я причем тренировался, знаете, не на лучших снарядах, поверьте Я единственный человек в мире, который блевал после полбанки пива Поэтому На железнодорожных путях, на Лосиноостровской Между дурдомом и вузом Это те самые курсы, которые во времена всеобщего образования и любви к различному обучению Я рекомендовать не буду Мальчики и девочки, на сегодня это все новости, которые хотелось обсудить Увидимся через пару дней, потому что события происходят постоянно И они требуют того, чтобы их загасили Меня зовут Сава, не забывайте делиться этими роликами с своими друзьями, знакомыми, семьей, близкими, соседями Да и вообще обычными прохожими Вам не сложно, мне приятно Все, до встречи через пару дней, пока АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ